Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот я еду в пробке и читаю. Оформление воздушными шарами, свадьбы, юбилей, корпоративы, детские праздники, гелевые шары, телефон. Вот это Вектра, Opel, едет впереди меня. Вот я думаю, нравится ли результаты от этого бизнеса вот этому хозяину, вот этому предпринимателю, бизнесмену? Доволен ли он тем, чем он занимается? Давно ли он занимается этим бизнесом? Если он недоволен, если он ездит на такой машине, то почему бы ему что-нибудь не поменять, не найти другой бизнес? У меня мало времени, но я хочу вам сказать вот какую вещь, пока я еду. Все происходит из целей. Вот если бы мне поразговаривать с этим человеком, и он был бы открыт к моему разговору, то я бы его спросил в первую очередь. Скажи, вот ты занимаешься бизнесом, какую цель ты себе ставишь? Сорабатывать тысячу или две тысячи долларов, предоставляя вот эти вот на свадьбах, юбилеях, корпоративах и детских праздниках гелевые шары надувая, убирая, завязывая их по ночам, потом их развязывая, развозя, и вот получая вот эти деньги, если их можно назвать деньгами от бизнеса. И эти деньги будут поступать только в том случае, если ты будешь пахать сам. Потому что нанять тебе людей, доверить им все, тогда им надо будет платить, а что ты получишь из этих крох? Самому надо пахать? Ну год, ну два, ну три, ну пять, ну десять. Если есть такая мысль в голове, ну что-нибудь потом найдем, то это другой вопрос. Вот он поехал. Дай бог ему удачи, этому человеку. Но таких предпринимателей вокруг моря. Вот я хочу задать им всем вопрос. Чего ты хочешь достичь в этой жизни с помощью своего бизнеса? Каким результатом ты хочешь прийти? Какая твоя цель, когда ты занимаешься этим бизнесом? Ты представляешь пределы заработков в этом бизнесе? Ну тысяча, ну две, ну три. Ну дальше надо расти, зарплату платить. Ну и потом сколько ты можешь организовать их праздников корпоративных? И обеспечить их шарами? Сезон, может, Новый год? Ну не знаю. Это раз. Значит, ограниченное количество дохода, денег, прибыли. Небольшое, кстати. Второе. Ты хочешь сам работать всю жизнь? Всю жизнь? Наверное, нет. Если нет, то тогда надо что-то найти такое, чтобы можно было бы сделать какую-то работу, какой-то бизнес, что-то настроить, чтобы оно приносило доход и росло само, а чтобы ты не работал уже при этом. Но чтобы росло. Но ты, например, раскрутил ресторан, хороший, дорогой, и у тебя там клиенты есть. И там всегда наполненность большая, что серьезная редкость сегодня. Ну допустим, тебе это удалось сделать. Но ты же точно знаешь, что твои доходы будут всегда примерно одинаковые. Больше, меньше. Но роста не будет. А роста с геометрической прогрессией тем более не будет. Взять любой другой, ну, мелкий бизнес, средний бизнес. Если рост, то за счет серьезных инвестиций, за счет больших усилий, ну, покупать новый ресторан. Опять его раскручивать, опять настраивать, опять бороться с конкурентами. Магазин? Ну, хорошо. Новые продавцы, новая аренда, новая, 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 новая. И опять надо работать. И чем больше у тебя бизнесов, тем больше у тебя забот. Я работаю в сетевом маркетинге. Я построил за неполных два года организацию из таких же, как я, дистрибьюторов, которые покупают по оптовой цене продукт регулярно, каждый месяц, в небольших количествах. И продвигают его на рынок через таких же, как я. Каким образом продвигают? Набирают новых людей, которые сами используют продукт, помаленьку продают, по чуть-чуть, в розницу, друзья. И набирают новых людей, которые сами используют. И набирают новых людей, набирают новых людей, набирают новых людей. А за всего этого растущего, с прогрессией товарооборота нам, сетевикам, выплачивают чек. И чем дальше, тем больше денег, и чем больше денег, тем больше свободы. Я могу жить в другой стране, и не в одной, и не в десяти. Я могу вести бизнес из интернета, и весь мой бизнес в том, чтобы продемонстрировать свой стиль жизни. А вот этот парень на воздушных шарах умрет, если не придумает себе что-нибудь другое. Ему надо будет бесконечно работать. И пусть это будет не обязательно воздушные шары, пусть это будет кондитерский цех, пусть это будет пельменная, пусть это будет... Но я не знаю, что. Что угодно. Там надо будет работать, и доход ограничен. Так еще и сопутствующее нашим бизнесам, нашим предпринимателям, их тяжелой работе, сопутствует еще и целая куча проблем, связанных с контролирующими органами и прочими разными ребятами, которые тоже хотят вкусно кушать. Я просто не знаю другого места, где можно было бы так замечательно устроиться в жизни, как сетевой бизнес. Нет, я знаю, что есть места, где устраиваются депутаты какие-нибудь, я не знаю, редкие-редкие люди. А вот чтобы массово люди могли найти себе такую замечательную возможность, это просто невозможно. Просто невозможно. Нет такого места нигде, не знаю, во всяком случае. Желаю вам удачи.